Вы знаете, вот продергивала свеклу, вот она, видите, какая маленькая, и вспомнила старинный рецепт. Называется она сейчас по-научному свекольник, а раньше в деревне это называлось ботвинья. Почему ботвинья? Потому что вот из ботвы, из ботвы свеклы, берем вот эту свеколку, которую мы проредили, которую хотели выбросить. Ведь свекла хороша тем, что она чистит кровь хорошо, очищает кишечник. Ее можно есть в любых количествах. И мы вот ботвинья делаем не только из красных свеколок, а делаем еще из самой ботвы. Вот в эту кастрюльку мы наливаем воды и ставим это на печку варить, варить до мягкости. Чтобы вот такой настой был красивый, добавьте несколько капель уксуса. Лук я взяла, вот если видите, вот это у нас был град, градом побитое, но его можно убрать. И лук уже в стрелку пошел. Его не будешь в зиму, выбрала, что не нужно, сразу его это не съешь. И вот мы и лук с солью. Нужно потолочь для того, чтобы лук дал сок. И чтобы пропиталось все наше содержимое вот этим луковым соком. Как вот мясным бульоном, так это вот луковым соком. Лук это сильно чувствоваться не будет. А вот его навар, что ли, сок его, он будет чувствоваться. Это обязательно надо. Теперь сюда же режем укропчик вместе с петрушечкой. Вот. И в эту же кастрюльку мы складываем огурчик. У кого огурчики свеженькие пошли уже, о, какая благодать. Аромат свежих огурцов всегда присутствует. Да такой хороший, аж голову кружит. Вы знаете, летом вообще ароматы. Вот если б я была поэт, я б что-нибудь про ароматы написала. Да такое, что самой бы понравилось. А так не поэт я, только восхищаюсь сама с собой. Вот. Теперь в то, что мы сделали, мы выливаем нашу свеклу. Какая она красивая. О, вот она какая стала. Но и это еще не все. Самый интересный ингредиент – это простокваша. Можно простоквашу, можно сыворотку, можно кефир. Это основа основ. Я вообще-то люблю очень сыворотку, но сегодня решила сделать на простокваше. Простокваша – это вообще замечательная вещь тем, что она так хорошо для желудка. Летом лучше вот таких продуктов нет. Это зимой мясо, пельмени. А летом можно и простоквашку. Вот мы сюда же выливаем. Эту простоквашку брызгается, как фонтан. Когда мы варим суп, мы пропорции не соблюдаем. Если мы любим огурчики, мы больше огурчиков вложим. Если свеколку, то свеколки. Все это перемешиваем, перемешиваем. И этого соли. Посмотрите, это натюрморт. Это ни один художник не нарисует, как рисует природа. А здесь все природные чистые материалы. И вот наше блюдо завершается. Сюда можно положить... Сейчас идет Петровский пост, он не строгий. Я мясное не ложила. А вообще сюда можно ложить курицу нежирную, говядину отварную нежирную, ветчину можно, колбасу вареную можно, и сосиски. Но дело в том, что мы сегодня не будем ложить. Мы будем придерживаться поста. Он не строгий, поэтому мы положим еще сметанки. Сметану я люблю деревенскую. Потому что как себя не побаловать в деревне?